Я готов ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть. Меня зовут Джаваров Владимир. Спасибо за эту встречу. Опыт, мягко говоря, не обычный. Собственно, два вопроса. Вопрос первый. Были ли какие-то вещи, которые вы, с учетом уже сейчас анализа, сделали по-другому? Вопрос второй. Вопрос второй, немного провокационный. То есть, все это невозможно было бы, если бы не было девайвации. Каспий банк, банк в центре Кырии, частично Альянсбанков, пришлось собирать на себя и отрабатывать негатив, который относился не только к их бизнесу, относился и к финансовой системе, и к государству даже. Как вы здесь оценили, скажем так, роль государства, в том числе заявления Насбанка, и позицию коллег-банк, они помогли, помешали. Спасибо. Ну, во-первых, если смотреть на 72 часа, там, я не знаю, у каждого есть свое мнение из наших людей. Вот, у меня, конечно, есть переживания по поводу того, что я, как выглядел, как ушки-будулай, потому что не спал, не стрелся, не ели, так далее. Вот, следовательно, ну, честно говоря, я бы ни одну минуту, если всего лишь перспективы смотреть, то я бы, наверное, ну, я не знаю, таких моментов, которые хотелось бы сделать что-то по-другому и поломал. Все ребята действовали, ну, практически автономно. Самое главное, что у нас была коммуникация, там, мы сделали в WhatsApp, сделали группы различные, да, через которые мы постоянно общались, обменивались информацией, мы точно знали, что где происходит, были все на телефоне, поэтому собирались там в 12 часов ночи или в час для того, чтобы быстро просто получить, как сказать, обзор результата. Вот, и потом начинали, следовательно, с объезда в наших отделениях в 6-7 часов утра, следующее время. То есть, в принципе, я бы, я не знаю, я бы, честно говоря, ничего не поменял, вот, потому что все, что мы сделали, было экстраординарно, классно, и весь этот тест просто все прошли, мне кажется, на 5. По самому случаю, что касается нашей команды. Вот, с точки зрения ситуации в целом, ну, конечно же, из-за того, что снижение курса, поэтому есть небольшой, ну, благоприятный почерк, потому что люди, население беспокоено, смотрят с большим вниманием за новостями, которые касаются любых новостей банков, финансов. Вот, поэтому такое быстрое, там, распространение, пенетрацию этих сообщений, конечно бы, в нормальной ситуации это бы не получилось. Поэтому я думаю, что тот, кто это замышлял, он, конечно, надеялся на то, что ситуация очень благоприятная для распространения такой информации. Вот, с точки зрения наших коллег, ну, мне сложно комментировать, это были ребята, которые просто помогали нам, и когда нам не хватало наличности на местах, они нам их давали, это было хорошо и классно, огромное спасибо этим ребятам, нашим коллегам с другими банками, мы этого никогда не забыли. Были коллеги с другими банками, которые обещали ничего не делать, ну, и были коллеги с другими банками, которые, в принципе, вот так себя делали. Поэтому мы, с нашей стороны, мы, самое главное, говорили спасибо тем ребятам, которые нас поддержали, помогли, и помогли на самом деле, и особенно на местах региона, потому что огромная страна, и нам нам легче было доставить наличность одного банка в другой, нежели ввести наличность Ламаты самолета. С точки зрения официальных позиций, ну, я думаю, что это было очень важно. Вообще во всем этом уравнении очень сложно что-то убрать. Вот, поэтому то, что правоохранительные органы выступали с заявлениями, и очень быстро проводили расследование. Национальный банк выступал с заявлениями со своей стороны, ну, и, конечно, глава государства, который является основным гарантом стабильности, выступил тоже с заявлением по поводу стабильности банковского сектора. Мне кажется, ну, это все было супер важно. Если вы мне скажете, например, что бы можно было из всего этого уравнения убрать, мне сейчас это сложно сказать, я считаю, что все было важно. Потому что для нас, в эти 72 часа для нас, мы шутим до сих пор, особенно с Вячеславом, что неважных деталей в это время не было. То есть для нас все было важно, и мы на все обращали внимание, и старались как можно больше времени прикладывать, в первую очередь, на общение с нашими клиентами и на наши личные усилия. — Спасибо. — Пару, Пару, потом и, если бы. — И, да, спасибо, Ваша. — Ильяна, скажите, я пришел просто как пользоваться фейсбол сегодня, и в какой-то мере аналитики, понимаете, финансовую. Я вообще, как слуны, как бы распустился все эти дни, и вот спасибо за выдержку вашим ящикам, они чувствовали, наверное, что с 17-го, я очень был занят на интервью, а с 18-го я уже стебался, потому что какая-то паника куда-то все бегут, но прям по домой отделение Каспи-Банка. Сти с меня спустился и посмотрел, там ничего не происходило, то, что вы сейчас рассказывали, вот, бывает, бывает, вот. Потом мы пошли, как бы, воплики других мультик, фотографии, там банк начал, и снова это отделение спустился, вот, вторые 24 часа, так же, тихо, спокойно, там, третий день, тихо, спокойно. В общем, я, честно говоря, ничего не понял, да, и думаю, что какие-то вот такие спокойные уголочки вот нашего банковского сектора, наверное, надо показывать, что люди живут, и живут люди такие, не знаю, грамотные вопросы. А теперь у меня вопрос, значит, это, ну, первый вопрос, туманно, какие дополнительные расходы пришлось понести банку? Какая ситуация, ну, если в абсолютной сумме не говорить, ну, процент с операционным расходом, да, про расходы в текущих. И второй вопрос, ну, депозиты — это пассивы, они вынуты, как бы, да, в определенном объеме, и как будет структура активов, пассивов, где замещается их пассив? Ну, что касается наших, в целом наших расходов, мы сейчас подводим итоги. Вот, для нас в этот момент расходов не существовало. То есть для нас это было самое главное — это чтобы мы исполнили обязательства перед всеми нашими клиентами. поэтому мы сейчас будем считать, сколько нам это обошлось, но мы это расходами не считаем, мы считаем это инвестиции в наш проект, в нашу команду, в нашу команду образования, в нашу репутацию и, в принципе, усиление наших позиций, потому что через такой тест на прочности, я думаю, что не всем суждено, мы очень счастливы, что нам представилась такая уникальная возможность проверить, чтобы нас проверили на прочности, как мы можем держать удар. Вот, а с точки зрения нашего баланса, ну, у нас абсолютно стабильный баланс. Кстати, есть одна вещь, которую я забыл упомянуть, мы не прекращали кредитовать в течение этого периода. То есть, к сожалению, конечно, есть клиенты, которые не могли попасть в наше отделение, но, например, в товарных точках предоставили кредитов, мы не прекращали обслуживать наших клиентов, предоставлять займы. С полной поддержкой всех наших клиентов, сотрудников, мы, соответственно, смогли удержать свои позиции. В результате сейчас у нас абсолютно нормальная ситуация, у нас достаточно средств, мы продолжаем работать, мы не снижали объем кредитования, мы не пересматривали свои правила, мы их не устачали. Мы сидели, честно говоря, в понедельник или во вторник, и просто смотрели друг на друга, что это было. Вот, потом выспались порядка и анализировались. В целом, вот так вот. У нас, со этой точки зрения, в принципе, все нормально. Мы готовы были ко всем сценариям, которые можно только себе представить. Вообще, в принципе, международная практика говорит, что приблизительно, там, в среднем это, ну, я не знаю, там, 15, 20, 25 процентов депозитов, как правило, финансовые институты могут потерять эту ситуацию. Вот, следовательно, поэтому мы готовы были ко всем сценариям развития событий. То, что мы сказали, что мы исполняли, исполняем, будем исполнять свои обязательства. Это не только слова, за этим стоят, понятно, все наши усилия по обеспечению исполнения этих слов, и мы это подтвердили за 72 часа. взрывы. Так. Ну, вы видите, Павел, вы можете? Привет. Я, то есть человек, который не мог от вас убежать, потому что я заемщий. Но, действительно, тот подход, факты здесь максимально приятные. Чем-то похож вопрос с полигеном с другого ракурса. До банк испытал другие сложности, то есть много негативной информации, и все, что это максимально было связано с вопросами кредит. Я помню, были встречи, на которых обсуждалась много довольно открытых позиций банка и шагов на встречу к своему клиенту. Останется ли эта динамика, еще и тех обсуждений, потому что тоже банк брал довольно много для себя инициатив, продевать грейс-перимент на пользование по карточкам и другие вопросы. Вот там динамика сохранится, потому что потери были и понятно, что извращать. Инвесторы и все заинтересованы в росте. Спасибо большое за вопрос. На самом деле, с точки зрения того, что никто не прекращал работу в том направлении, даже у нас, наоборот, усиливается. У нас Сакен отвечает и работает в нашей программе по финграмотности. Эти 72 часа, на самом деле, нам подтвердили то, что это даже еще более важно, чтобы инвестировать как можно больше в финансовую грамотность, образование. И мы буквально сегодня получили первые результаты исследований. И, наверное, в ближайшее уже время мы презентуем официально результаты исследования общенационального, где мы опросили больше, чем 1200 казахстанцев, которые отвечают на вопросы. Мы это все делали параллельно, мы это не останавливали. Воспользовались большой толпой. В этой части мы там исследования проводили, потому что мы не хотели еще больше беспокоить своих клиентов. Они так были обеспокоены и было много дискофортов. Поэтому мы в это направление движемся. Я могу сказать, что мы обсуждали на следующих с вами. Первое – упрощение продуктов. Второе – это коммуникация и обучение этим продуктам. Третий – запуск новых продуктов, которые еще более просты, чем и в год. Все это мы уже много, огромные, конечно, вещей сделали. И в ближайшее время вы увидите еще некоторые новые вещи, которые мы будем презентовать. И с удовольствием вас будем звать, потому что вы поучаствовали. Сегодня был совещение совета Республики с участием воздействия, на котором глава Государства дал получение 2-3 минуты на разбирательство с прожмотными провокациями. Ну, в том числе есть ключи. По вашему мнению, какие провокации могли бы вы в будущем уже, ну, не знаю, провоказываться? То есть мы с оптами, какие еще провокации вы могли бы отметить, которые могли бы быть уже в обозрении дня, неделе, месяце впереди? Чтобы люди перестали опять, ну, там, мягочки идут. Ну, я бы просто сказал, что, конечно, я думаю, что, наверное, такого рода провокации, я надеюсь, больше не повторятся, или как минимум население будет относиться с большим пониманием. Ну, абсолютная глупость получения какого-то, ну, идиотского СМС, непонятно от кого, непонятно по какому поводу, и, в принципе, непонятно с какого перепука так. Вот, с точки зрения провокации в целом, ну, я не знаю, там разные теории могут существовать, поэтому можно посмотреть, что Павел вспомнил предыдущие 6 месяцев, я думаю, это все тоже можно проанализировать, как-то все выстроить в единую логику, я думаю, и, в принципе, каждый может сделать свои выводы, да, по поводу того, что это... Да, вот последнее, там, например, обсуждение или заявление, там, по поводу, там, 200 тенге, что будет в курсе и так далее, ну, я не знаю. Мне кажется, что надо уже всем более ответственно относиться к заявлениям, во-первых. Во-вторых, ответственно относиться к тем людям, которые эти заявления получали. Потому что я думаю, я думаю, что такого-то города вещи в стране не должны происходить. Мне кажется, это абсурдная ситуация, и то, что мы с ней справились вместе с нашими коллегами, вместе с государственными структурами и правоохранительными органами, является, мне кажется, очень важным достижением. Теперь самое главное, что осталось, это чтобы такие вещи больше не повторялись, и на такого провокации никто не поддавался. А что касается обсуждения в целом, но обсуждение всегда должно быть, почему нет. Мне кажется, это всегда здорово, чтобы обсуждать. Пожалуйста, извините. Скажите, пожалуйста, у меня показалось, что все свои нелеси не вешиваются. И во второй вопрос, почему все-таки в 21 веке вот срабатывает шарафанная армия, и теперь лучше приняты у них, сколько вы сидите и выделяете? Ну, вы знаете, я вот когда, я когда пошел первый раз в отделение, это в первый день было, да, я, в принципе, видел всех этих обеспокоенных людей. Но, я не знаю, я представил на месте этих людей каждый из наших ребят, что это может быть мама, папа, сестра, близкий. Ну, мне кажется, если бы моя мама получила бы, например, такое родное сообщение, она, в принципе, тоже подвергла бы беспокойству, да. И мне кажется, что это бы все люди, и поэтому эмоции могут в какой-то момент возобладать. А если говорить еще, что есть такой немножко напряженный общий фон, который касается эти эволюции, просто лучшего времени, в принципе, разослать такого сообщения и получить максимальный отклик, я думаю, что, ну, лучше времени найти, наверное. То есть, кто это делал, он однозначно очень хорошо, как бы, отдавал себе отчет в том, что может в результате произойти. То есть, я не говорю, там, про первые смс-ки, там, там была первая, вторая, третья, я не знаю, сколько их было там. Ну, следовательно, я думаю, что самое основное, это просто общий фон, он был такой, что люди, в принципе, среагировали на эту ситуацию. С точки зрения коммуникации, ну, сейчас технологии просто настолько развиваются, что каждый, моя мама, например, ну, я уверен, что если она получает смс-ку, даже она анонимная какая-то, она не знает, она считает, что лично к ней обращались. Вот если она в рассылке какой-то участвует, моя мама, например, вот она будет считать, что лично к ней обратились, и она серьезно от корочки до корочки прочитает эти сообщения. Ну, мне кажется, вот, если я своей мамой посудил, то я думаю, что риск такой серьезный есть. Единственное, как это можно избежать, это можно избежать путем постоянных коммуникаций, объяснения, там, обучения. Ну, и я думаю, что там какие-то вещи связаны, там, законодательством, для того, чтобы люди чувствовали, что если я что-то такое сделаю, то у меня будет какая-то ответственность. Нам нужно, наверное, отметить, кто пришел в основное отделение, да, это какая-то категория людей, которые старше 45 лет, то есть, люди, которые, как мы говорим, прошли уже не один кризис жизни, и, конечно, их доверие в системе, в принципе, оно подорвано, поэтому, в очередь, если мы, значит, посмотрим на фотографии, когда мы начинаем съемки с камень, то мы увидим, что для людей взрослого, ну, годрость, в основном. Которые, как раз таки воспринимают, получили, согласно с вами с другом, как будто это личное обращение. Ну, Михаил, вот, неделю назад сказал красивые слова, он говорит, в принципе, когда волнослуха, волнослуха, и Михаил говорит, в наше время, в это время, так, информационных технологий, любой человек с телефоном и с камерой, он вообще, в принципе, потенциальный терминал. То есть, соцсети, они ведут в огромном количестве в мир, в огромном количестве пользователей. То есть, и вы стали как-то создать. А люди старшего поколения, они считают, что интернет, это, на самом деле, 85%, 95% — это программная информация. Очень мне нравился демотиватор. Валерий Мишлиев сказал, что 25% информации на Армении, на самом деле, не является право, в последнее время. Вот, Валерий Мишлиев. То есть, и это демотивация, и еще время будет. Видите, у вас вопросы. Валерий Мишлиев сказал просто. Первого вопроса, почему только подние проценты получают статус по поводу ГОО, они платили, как они поют. И второй вопрос. Недавно был комментирован фонд национального грамотного населения, насколько он помог в этой ситуации, насколько он, как раз, и будет работать с тем населением, которое старше 45 лет, может быть, младше этого возраста, и как он сейчас работает. Потому что я, когда проходил это отделение, там были моложе люди за 45 лет. И я у них спрашивал, почему они обижались тогда. Значит, что касается... Вы, в принципе, в целом заинтересованы больше в тенге, чем в долларах. Потому что, если вы знаете, мы, например, приняли решение, там, более чем 5 лет назад, что мы выдаем кредиты только в тенге. Причина, почему мы выдаем кредиты только в тенге, потому что у населения доход только в тенге. Вот, соответственно, это было решение, которое вы приняли как финансовая организация, потому что мы сказали, что валютные риски управлять можем мы. Даже слово «валютные риски» настолько сложное, что мы не хотим от наших клиентов, что они, в принципе, задумываются о таком. Поэтому мы, как организация финансовая, можем управлять валютными рисками. Мы выдаем кредиты только в тенге. Раз мы выдаем кредиты только в тенге, следовательно, нам более интересны депозиты в тенге. Вот, поэтому мы приняли решение. Во-первых, мы сказали, что мы поднимаем на 1% ставку по депозитам в тенге. И плюс, даже если у наших клиентов есть депозиты в валюте, мы даем возможность открыть депозит по высокой статке в тенге. То есть это касалось всех плачков, просто мы не подняли свое вознаграждение по валютным депозитам. Что касается, и вот объяснение было такое с нашей стороны, это соответствует нашей стратегии, но глобально, что мы сейчас планируем также запускать литературу и выделили, как вы помните, 1 миллион долларов на то, чтобы мы финансировали эту проблему. Да, на радиоперетача просто финансово вместе с радио НС. Но самые масштабные наши действия начнутся в первую очередь после того, как мы увидим результаты этого исследования. Потому что мы хотим, чтобы мы как можно более эффективно инвестировали эту программу. Базовые вещи мы сделали, но для того, чтобы более конкретно понять, в каком направлении нам инвестировать, нам нужно было это исследование, которое мы сделали вместе с исследовательской компанией. и вот мы будем презентовать скоро эти результаты исследований и, соответственно, наши программы, наши общественные советы создают это. Вопрос такой, девальвация вообще, ну и вообще не девальвация, чем в детстве. У меня здесь стоит процедура, в таких регионах есть, которая была применена. И те потеи, которые вы уже здесь уже посчитали в качестве программы в городском действии, там я считаю, что потеи по, я описал в этом, потеи по ситуации совсем так и не возникли. И в большей степени ограничения клиентской базы, нежели какие-то там все эти массивы, что вы потеряли, это усиление, я так понимаю, усиление выгребовских денег, да, только там, это добавление 50 процентов. Еще встать вопрос в продолжение. А мы заработали? Заработали? Мы же помним, да, что если вы, как-то, когда вы встречаете по срочным председаниям, платите себе дебозит, там срываются определенные штабные санкции, посчитали ли вы в ритм, вот, недавний год. Ну вот, в общем-то, и все. Значит, то есть, с точки зрения, что касается хеджирования валютных рисков. Ну, у нас очень простой бизнес. То есть, он очень простой бизнес. Он заключается в том, что мы привлекаем депозиты и выдаем кредит, выдаем кредиты в деньги. Что касается нашей политики по хеджированию, она тоже очень простая. Максимальный валютный риск, который должен выиграть банки, не должен быть больше, чем 20 процентов нашего банка. Мы этот риск готовы нести, потому что у нас высокий уровень капитала, у нас высокая прибыльность. И мы сказали, что мы изживем все полностью. Никаких экзотических инструментов, никакой отборной валюты, никаких инструментов, которые на заработок, только на обеспечение стабильного баланса. То есть, в результате, следовательно, этой изменения курса тенге и девальвации, у нас в результате именно конкретно этого действия у нас есть небольшие убытки, потому что 20 процентов нашего капитала находится в валюте. Валютная позиция наша сложная. Материально на наших показателях это не сказывается. Мы этот риск готовы нести, и поэтому, уберите, бизнес у нас очень простой, мы очень консервативно себя ведем, ничего не делаем экзотического, ничего не покупаем экзотического, никакие умные слова, производные инструменты, ничего не делаем. Работаем только в секретике физических лиц. С точки зрения там... А? Нет, чуть-чуть запомнили. А. Да, подожди. Я просто хотела запомнить по вашему вопросу, потому что вам нужно это заработать. На самом деле, очень мало клиентов, которые закрыли, и потеряли это сопровождение. Почти двух лет, девяносто, очень больших процентов, они не затрывались. Иди быстро. Это не быстро не затрывается, это чисто... Это очень классно. Вы же все-таки 10% закрыли. Нет, не закрыли 10%, это же актов. Это не означает, что они все закрыты. То есть, договора, депозиты, договора не закрыты. То есть, хотя бы 100 долларов? Не собирайте оставить. У нас... Нет, во-первых, я скажу следующую вещь. А, да. 10,4, вот это депозит. Вы же давали нам два года, соответственно, огромное количество людей это с вами депозит. Во-первых, значит, сразу могу сказать, что мы ни минус, ни плюс не считаем. Мы просто действовали, исходя из тех ценностей человеческих, которые у нас есть, потому что, с той стороны, это были наши мама, папа, сестра и друзья. Мы, все действия наши за 72 часа, они были только на человеческих ценностях и на том, что мы, как команда, люди, которые понимают эту беспокойность, эмоциональную напряженность со стороны наших клиентов. С точки зрения доходов или расходов, я говорю, мы вам не считали, но могу единственно сказать, если у человека был продукт, например, 208, то в результате досрочного расторжения он опускался до стандартной ставки. Вот, если был продукт, который пополнять и снимать без потери вознаграждения, он следовательно мог бы не пополнить и снять без потери вознаграждения. Ну, надо ли мне положить, что потери не много, снивелированные в упасе. Те проценты, которые люди потеряли, они закрыли, те затраты... Меня можно сколько полгода напрашивать, но мы не считали. Мы честно скажем об этом, значит... Мы не считаем. Не считаем. Это интересно. На рекламу вы заработали, я так понимаю. Какая реклама у нас съедана? Ну, я не знаю, это уже надо судить. Я думаю, что мы уверены в том, что наша команда стала сильнее, наш бренд стал сильнее, потому что мы нас проверили на прочность и ошиблись. Вот. И с точки зрения наших клиентов, доверие наших клиентов и лояльность увеличилась. Ну, мы думаем, мы это видим уже на уровне благодарности от клиентов и большое спасибо тех прикладчиков, которые сейчас возвращаются до этого года. Да, такое есть, и мы, в принципе, не отрицаем, что все, что мы сделали для наших клиентов, мы получили оценку с их стороны. Огромное им спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Назума Троякова. Бианический клиент Госпужанка. Я хотела задать вопрос, но вы на него только что ответили. Хотела спросить о тех вкладчиков, которые за последние дни вернулись с откладами, данным открыли, или заново внесли, которые собрали. Будете ли вы как-то подсчитывать, статистику ввести, и какая статистика на сегодняшний день, что они вернулись к вам? То есть вернули ли вы доверие? Я вам могу сказать, как пример, за субботу, воскресенье около 6 тысяч вкладчиков открыли пополный депозит на сумму заработки. на субботу воскресенье. В основном это возвращение и пополнение. и второй вопрос. Я как человек, который обращается больше в той среде, которая понимает, казахский будет больше, чем он с кем он хочет работать. Сейчас проблем с разъяснением ситуации не было. Можете сказать, люди читают и аккаунты получали информацию на том людей, которые понимают больше. Но те люди, которые приходят к вам в отделение, скажем так, лежит у вас корпоративный журнал на русском языке. То есть не окажется ли вам, что человек, понимающий казахский больше, он не обратит внимание на этот журнал так как видит название на русском, он просто его не будет открывать, потому что он не знает, что там есть половина концент этого жнала на казахстане. Вы задумывались ребят о том, чтобы сделать название журнала и отложить на казахстане. У нас есть журнал на казахстане. на казахстане. Как давно уходит? В самом начале уходит, мы дублируем наше северное. Со своей стороны, в любом случае, ваше предложение принято, поэтому мы посмотрим. если мы по объему что-то недообеспечиваем и спрос больше, то мы изменим ситуацию. ваше предложение будет ваше предложение Естественно, тут сообщение в соцсетях, о том, что у меня это смех, поэтому я уже не обращал внимания. То есть вы гордый обладатель плюс 1%? Да. Должны быть. Если вы так замялись, то есть вопрос. Нет, это соглашение, пока сегодня буду сзади. Хорошо, поздравляю. Вопрос в том, что при обменении гипозита, естественно, у вас шкормируется база данных клиентов, и имейл. Регулярно на смс письма падают ваши сообщения, на имейл что-то иногда приходит пресс-кризис. Но письма о данной провокации я у себя на почте вообще не знаю. Смски, ну, не знаю, меня не было страниц, потому что кто-то получал, я хочу текст посмотреть. Потом хотя бы там через 3-5 часов кто сначала... Вот вы не представьте, у вас есть сегодня весь вечер просто уникальная возможность, вот с этим парнем, который... Извините, Саша, он у нас как раз на все эти вопросы может вам ответить. Это прямой контакт с аудиторией этим миллионным плачевым. Вы поспорили с этим институтом? Саша, давай со своей стороны скажи. Давайте я скажу, пожалуйста. На самом деле, по-моему, вопрос в том, что это не все бесстыщие, потому что люди уже были с природой, не обидуются, что люди. То есть, к сожалению, когда они получают смазки, это за 4 генераториала. По антарусу от точки зрения, конечно, мы должны, чтобы все потенциальные, все руководства, которые уникальные тренинги, которые не есть. Это у нас не было? Мы делали смазки по некоторым плачевым, которые как раз по объясняю ситуацию, но по сути... Что это за плачевым плачевым? Я не могу понять, почему я не попадаю в эти тени? Видимо, потому что вы были спокойны, но я не попадаю. Я не знаю. Вы занимаетесь только следить, что я пошел на телевидение и пошел. Ну, что вы понимаете? Пошло количество людей, делало заказы. И мы видели людей, которые делали заказы. И, ну, более того, как раз, что ты говорил про антаркет, да? Огромное количество людей, оно звонили людям и объясняло. И я могу сказать, даже, как он, наверное, первый день, второй день, все больше и больше людей, когда они просто звонили и объясняли, что это просто провокация. Мы сняли ситуацию, но процент, сколько, около 30-40 людей, просто сразу выясняли. Ну, вы согласили, давайте будем. Поэтому, осталось попробовать. Я первый, на самом деле, я первый. Вы прямо на мое сердце прямо, я не знаю, как его умеет, да? Потому что так приятно видеть человека, который говорит, я так желал от вас СМС-ки. Ну, я не признал. Я так, жлите мне СМС-ки, жлите мне СМС-ки. Я думаю, мы займемся вашим телефоном. Жлите мне СМС-ки. Не, 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 как любая акция, так СМС-ка. Вы не успокоитесь. У нас просто для квитер-посляции, и вот есть квитер, вот вопросом, вот, министр рекомендует Казахстана, а вы видите рейтейн банка, или используем слоги слова успех? В связи с этим будем понять. Как было здесь еще раз? Ребрендинг. Ребрендинг. Не будет ли использован словом новое, если словом успех? Да нет, а что ли? Ну, таких планов нет у нас, честно говоря. То есть мы будем... Какие-то вещи... Вы увидите какие-то вещи, такие небольшие изменения, которые мы планируем, и я надеюсь, что вам это в целом понравится, но радикально меняется мы с точки зрения бренда нашего или... Свет красоток не меняется, да? Свет красоток не меняется. Свет красоток однозначно нет. И сердце тоже. Еще вопросы? Здравствуйте. Нет, снова вопрос. Одиннадцатый грамм. Прочтение. Да. Был ли следствие в отделении банка? Нет. По поводу, узнают ли люди о фонде гарантирования вклада, да, в миллионах, и нет. Спрашивали, я понимаю, что шумакову подалось, спрашивали ли сотрудники у клиентов, да, знают ли они об этом фоне, знают ли о сумме, да, в миллионах. Вот. Это вопрос. И второй вопрос. Сколько в процентном соотношении людей из этих десяти процентов, да, сняли на месте? Сколько сняли полностью, да, до минимального? Сколько у вас, да? И сколько сняли свыше 5-ти миллионов тенге, остатки на этой жизни, которые вы гарантировали в недвижении? Ну, смотрите, с точки зрения, у нас, в принципе, честно говоря, нету никаких пока выводов у нас по поводу того, что был бы перекос в какую-то сторону. То есть, в принципе, она равномерно распределялась, и по возрастным группам, наверное, все-таки немножко более взрослое население. Но, в целом, как бы мы скажем, таких перекосов серьезных мы не увидели. С точки зрения просто финансов, но у нас самое главное, что будет, как раз для того, чтобы ответить на все ваши вопросы, мы сделаем как раз это исследование. Вот. И в ближайшее время мы с удовольствием его презентуем, пригласим, и вы сможете увидеть результаты. Мы там не только наших клиентов, но, в принципе, население в целом в России. Если предварительное мнение, допустим, интересует то, что мы видели в отделениях, то мы можем сказать, что если вопрос состоит, то имеет ли смысл инвестировать в то, чтобы люди знали, например, там, максимальную сумму гарантировать. На каких условиях она гарантирована? Кто гарантирует? Однозначно ответ – да. То есть, большое количество людей не знает. То, что это за организация, какая сумма гарантирования, и что это значит для людей, да? Единственное, только вот я хотел обменить, была категория людей, их, правда, не даже много, которые приходили, у них сумма вклада была выше, чем гарантированное компонент гарантирования, они не забирали не позит, но равномерно членов семьи распределяли, чтобы сумма была гарантирована. Такие были, но, к сожалению, не так много. Результаты исследований, я думаю, что там будет очень много интересного. Можно добавить, я не знаю, что очень сильно помогли буклет, и основы гарантированы, потому что в основном соборе пытались объяснить, очень много людей не до конца знали, что это такое, но как все это слышали, никогда не слышали о фронте, в общем, многие люди реально отказывались в том, что это, я думаю, что это правильный комментарий, потому что реально вот вкладывается в образование на фронте, которые питали, положили, что нам может, потому что люди реально, когда кто действительно это не в том, что есть такой инструмент, то он может им реально принимать эту решение. О, я вам задачу, как не сколько я ответил, я даже не не знаю, сколько я ответил, я уже читал, если вы при писи начале ответил, когда, вот, на вашем памятке, началось, в течение времени, но, соответственно, вы опустите 30 обращений. Вы писали, что делать, я говорю, если вы уж совсем беспокоитесь, если вы совсем беспокоитесь и разложите, я думаю, что эти риски, вот по пять миллионов, положите, и все. Вот это вот мой совет, это самое главное. Дэн, надо было другие партии не воспользовались такой, как... Не знали, как у меня все не плавные. Дэн, сразу можешь передаправлять потом. Ещё вопросы? Попросы с Титрой Ак-Сауле Абжан. Спросите у Катрибанка, надеюсь, они заплатили Денису Тену не меньше, чем Артурил Бандерсу. Ну, я думаю, что Денис Тен на самом деле является... Во-первых, я думаю, что это герой, для Казахстана это раз. Второе, Вячеслав очень много и долго поддерживает Дениса. Просто... Просто дело в том, что мы Дениса уже давно поддерживаем, и я сам лично и вам. Просто не хотели это использовать никак лично. Вот. И у Дениса была понятна самая своя идеаль, это было сложно, и... Я только написал маме смс-ку, чтобы отправлять другую и так далее. Вот, в ответ они прислали, мы с вами, что человек может помочь. И на второй день после... А? И приехали к нам. Да, они в Марталуне, то есть вчера... Позавчера у них были официальные встречи с Набиржаном Стамбуловичем, там очень много суеты. И вчера, когда они освободились, они сразу приехали и, во-первых, там прошли по всему плану. И Денис с каждым там сказал, он реально, я думал, что молодой очень... Ну, он делительство своё. А в любом мире спорта, особенно люди, которые добиваются успехами, как раз отводят победы, там... Стойкость перед трудностями, это присуще, и он там никакой понимает это состояние, которое наше сотрудничество три дня посетило, то... И он раздал поддержки, сказал, во-первых, во-вторых, мы не поднимем. То есть мы... То есть мы... Он так, ну, на самом деле, да. А не люди, и мы... Да, они... На самом деле, у нас есть столько идей, про которые мы хотим рассказать, что людей это постоянно удивляет, но мы решили, что если мы не расскажем про себя, я так понимаю, за нас никто не расскажет, поэтому мы решили и... И о своей благотворительности рассказывать, и о своих вкладчиках, которые согласны, известных людях рассказывать. Мы это всё будем делать, поэтому... Это не реклама, это правда, которая у нас есть, и мы будем про неё обязательно рассказывать. Так что наши друзья будут радоваться, а недоброжелатели будут завидовать, и пусть. Следующее. По-моему, на дальнейшем вашего доверия. Хотел узнать, сколько процентов работников отдались в панике, сняли свои дивазии и сегистрировали там... Это самый... Да, конечно. Мы, когда говорили про 100 000 TG премию, мы на самом деле из этой премии точно так же, как и в случае с нашими клиентами, мы исключим всех сотрудников, которые сняли депозит больше, чем X процентов в течение трёх дней. Но мы в то же самое время... Цифры я, конкретно, не могу сейчас сказать. Вот. Ну, во-первых, это коммерческая тайна, во-вторых, в принципе, это неправильно. Но я единственное могу сказать с нашей стороны, что это не означает, что мы будем людей увольнять или как угодно, да, просто мы считаем, что эти люди не заслужили этой премии. А всё остальное уже покажет будущая совместная работа, я бы сказал так. Я могу сказать, что у меня была ситуация, когда мне было стыдно спуститься в отделение, потому что оказалось, что мне позвонила моя супруга и говорит, что у нас 800 тенге на карточке осталось. Просто. И мне стыдно было спуститься в отделение для того, чтобы перевести с депозита на карточку деньги. Мне просто стыдно было, в принципе, трогать свой депозит. Поэтому я подошёл к Славе, Слава сказал, Слава, сколько у тебя в каше? И он сказал, Слава, вот приблизительно, каким образом вы пополнили свой оборотный капитал. Да, извините. Отделение я работал, то есть, и у них нет глаза, и он так, ну, как это, кошмар. Я перевожу на русский язык, кошмар. Я говорю, что ещё случилось, потому что, понятно, ничего хорошего, новостей за первые 24 часа не было. Он говорит, жена пишет 800 тенгенов, осталось на карточке всего. Сколько есть? Я скажу, сколько там было наличных, мы просто передали. Это правда. И наша идеология, она всегда, в принципе, заключается в том, что мы от своих сотрудников и партнёров не ждём ничего, чего мы не делаем сами. Поэтому, если я не снимал, несмотря на то, что мне нужны были деньги, я считаю, что и сотрудник не должен был снимать, даже если ему нужны были деньги. Он 100 тысяч пивенов получит. А? 100 тысяч пивенов получит. Нет. Я тоже Дэн задавал эту помощь. Я Ларису могу сказать, как она убеждала маму, когда ты мог дать у тебя, я сейчас не дам. Как она убеждала маму, мама стать дикой. Я слышал, слышал. Если тебе было там больше двухсот писек, у меня было более двух тысяч звонков. Начиная от компаний, крупных наших оперативных клиентов, ну, то есть репозит. Заканчивая просто персонально, какой-либо гейминг. Последний, я думаю, последний вопрос, наверное, который сейчас у нас. Давайте последний вопрос. Есть у кого-то еще один вопрос? Немного раз вопросов нет. Немного не об этой ситуации так есть, а об лояльности клиентов. Будут ли белопарковки, да, в общем, на поддержке спорта, белопарковок, это определенная аудитория, которую, возможно, захочешь там пополнить там, будет идти по деньгами, смеять, взять, где-нибудь писать, на полное отношение? Мы, я не могу прокомментировать просто конкретно, да, что делать, но я могу сказать, что мы будем делать какие-то, ну, у нас есть план конкретных действий вместе с Вячеславом, это по поводу того, что мы хотели бы сделать что-то дополнительное для наших клиентов и для населения. Конкретный план действий я вам пока не могу сказать.